Ирина Сергеевна, у вас сейчас отпуск? Расскажите, как вы его проводите? Ну, к сожалению, у меня не очень большой отпуск, и большую часть времени я провожу на работе. Есть определенная часть задач, которые просто требуют определенного моего участия. А вообще, в целом, я люблю проводить свой отпуск на даче. Место, где я набираюсь действительно силой. Я занимаюсь цветами, я посадила практически всю зелень. Мы наводим сейчас порядок благоустройства для того, чтобы родители туда заехали. Это самый главный вид отдыха мой. Мы читали про петунии. Расскажите, что у вас есть на даче еще? Да, в этом году я высадила очень большое количество петунии. Сейчас еще они у меня бедненькие стоят в стаканчиках. Понятно, что лабелия, безусловно, ночная красавица. Я очень люблю лаватеру, которая растет большими кустами с белыми розовыми цветами. Очень красиво. Вообще, люблю многолетние цветы, но, к сожалению, они, как правило, требуют очень большого ухода. Это нужно обязательно их по осени выкопать, где-то хранить. У меня такой возможности нет, поэтому я довольствуюсь однолетними. Сколько у вас времени уходит на то, чтобы собраться на работу? Вообще, я уже даже ставила эксперимент. В том случае, если мне нужно быстро и у меня нет совершенно времени, мне достаточно 15 минут. 15 минут собраться в командировку – это вполне нормальная история. И я временной этот промежуток спокойно выдерживаю. В том случае, если есть у меня возможность собраться дольше, это понятно, что сделать макияж, сделать прическу, если что-то необходимо погладить. Но я вообще не сторонник того, чтобы собираться с утра. Я, как правило, это делаю в воскресенье, то есть я готовлю себе неделю для того, чтобы можно было менять гардероб и всегда быть, естественно, в опрятном виде. А так, в целом, для того, чтобы утром проснуться в 6 утра и сделать зарядку. Занимаюсь фейс-фитнесом, потому что есть необходимость. К услугам косметолога я не прибегаю, к сожалению, пока. Ну, либо, скорее всего, потому что у меня нет времени. Но, тем не менее, вот 10 минут у меня на зарядку, 10 минут на зарядку лица, 10 минут для того, чтобы позавтракать, ну и, соответственно, 10 минут для того, чтобы 15, для того, чтобы собраться. И пешком на работу. Рабочий день. Во сколько он у вас обычно заканчивается? Почему я это спрашиваю? Ходят разговоры, что на Чайковского 8 любят задерживать допоздна. Якобы там ночные совещания часто проводятся. Ну, я хочу вам сказать, что на самом деле мой рабочий день начинается в большинстве случаев с 8 часов, потому что после 11 начинаются уже совместные мероприятия и совещания и различного рода всяческие разные переговоры с людьми, разговоры, да. Поэтому с 8 до 11 у меня есть время для того, чтобы подписать документы, для того, чтобы переговориться со своим секретариатом, поставить задачи, распланировать очередную свою рабочую неделю, если это, допустим, понедельник. Но, как правило, я рабочую неделю планирую в пятницу. И поэтому у меня оперативные совещания, мои личные планерки с министрами, с федеральными нашими коллегами проводятся, как правило, в пятницу для того, чтобы не загружать дальше уже всю неделю. А по поводу того, что во сколько заканчивается, все зависит от того, насколько решены те или иные задачи. Естественно, решить ничего за 8-часовой рабочий день невозможно, поэтому 10-11, но бывает, конечно же, иногда гораздо дольше, потому что этого требует определенная задача. И, к сожалению, мы в разных часовых поясах живем с городом Москва, с правительством Российской Федерации, со всеми министерствами и ведомствами, с кем у нас непосредственно идет диалог. Именно поэтому так и строится работа. А то, что Александр Михайлович нас вызывает на совещание ночные, такого уже нет, поэтому я спешу развеять этот миф. Потому что вообще Александр Михайлович очень трепетно относится и к женщинам правительства, потому что у нас еще есть и другие задачи, да, семейные. Поэтому в вечернее время он на совещание нас не приглашает, как правило, если у нас переговоры только телефонного характера. Александр Михайлович поздравляет вас с днем рождения. Да, обязательно. С днем рождения, 8 марта, Новый год, да. Обязательно букет цветов. Это у нас такая традиция. Это, как правило, происходит на оперативных совещаниях. Сразу с первого, из чего начинается, это поздравления. Это не касается только женщин, касается абсолютно всех членов правительства и министров. Инна Сергеевна, вы недавно удивили всех своим признанием, что подали документы для участия в конкурсе на должность сити-менеджера. Да, действительно, в своем телеграм-канале 24 мая 2023 года я разместила информацию о том, что я подала документы на участие в конкурсе на должность руководителя администрации городского округа города Чита. Решение мне далось очень нелегко, потому что я прекрасно понимаю вообще на самом деле ответственность всю, которая возлагает эта должность. И тому человеку, которому будет волей судеб предназначено занять должность руководителя администрации, придется достаточно много решать вопросов, которые связаны как раз с городским хозяйством, с устройством города и вообще полностью жизнью города, нашей столицы, Забайкальского края. Я советовалась, безусловно, конечно же, своими родителями, своей семьей, с моими близкими друзьями, все разделились на два лагеря. Кто-то сказал, что это очень сложная, неженская работа, ну, собственно говоря, как и подписчики, и мои, и вообще в целом жители города Читы. А большинство, конечно, сказали, что да, нужно будет попробовать, потому что это совершенно иной вид деятельности, которым ранее вообще, в принципе, не занималась. И здесь сфер деятельности, в которой здесь вращается, да, так скажем, город и вся жизнь города, достаточно широк. Это все абсолютно сферы жизни. Это изначально было ваше решение или вас кто-то подтолкнул к этому решению? Ну, начнем с того, что такие предложения делаются, конечно же, исключительно высшим должностным лицом. В данном случае Александр Михайлович Усипов в один из дней пригласил меня и спросил, не хотите ли вы, Инна Сергеевна, как бы попробовать себя в должности руководителя городской администрации. Ну, первый мой ответ, конечно же, был нет. Ну, равно так, как, наверное, любой бы человек ответил, учитывая, что объем несопоставимый, наверное, ни с чем. Потом было определенное количество времени дано мне для того, чтобы подумать. Вопрос у меня был самый первый, это в том, что у меня, конечно же, в том числе и боязнь, и страх того, что есть сферы, которыми я вообще не занималась ранее. Здесь в данном случае вопрос в том, что, во-первых, руководитель администрации городского округа — это не единое должностное лицо в целом в структуре администрации. И есть целый перечень людей, которые владеют теми единными сферами, которыми руководят. В результате получилось то, что получилось, документы я подала, и знаю, что у меня еще есть пять соперников. Нас шесть человек, которые подали документы. Какое самое необычное обращение вы получали вот за все время работ? Наверное, у меня было очень много нестандартных случаев, когда обращаются с такими разными формами. Например, бабушка просто, причем обратилась через знакомых, через моих знакомых, она говорит, вот у нас я иду с автобусной остановки, мне до моего дома долго идти. Мне бы посерединке нужно поставить лавочку. Вот я, конечно, понимаю, что я, к сожалению, не могу поставить эту лавочку, но мы придумали другой выход из этого положения, поэтому бабушка довольна. А какой выход? Не скажу. Потом, когда вдруг, если мне посчастливится стать мэром города Читы, я вам расскажу. Хорошо, мы это запомним, это обещание. Наверное, ни для кого не будет секретом, если я скажу, что вы негласный фаворит этого конкурса. И вот ходят толки, что эта процедура, как бы формальность, и уже понятно, кто выиграет в этом конкурсе. Вот что вы на это скажете? Ну, я категорический противник различных таких высказываний, потому что, во-первых, конкурсная процедура, она включает в себя несколько этапов отбора. То есть сначала мы подали документы, сейчас будут проверяться полностью все сведения о доходах, мои, несовершеннолетних детей, да, все то, что связано с моей квалификацией, с образованием, с трудовой деятельностью. Там достаточно серьезный перечень документов. Это первый этап. Далее будет этап тестирования, который будет в том числе размещен на как раз портале «Забайкальский призыв». Даже на этом портале ничего не сделаешь, то есть как ты ответишь, так, собственно говоря, ты ответишь. Перечень вопросов неизвестен никому, ни мне, ни каким или иным другим кандидатам. Это первое. Второе – это очное собеседование, которое предсказать, конечно же, тоже результаты совершенно невозможно. Ну и третье – это непосредственное голосование за кандидата, который будет представлен в городской думе, непосредственно депутатов. Ну, то есть все эти ступени нужно пройти, и поэтому я считаю, что любое испытание – это неформальная часть, а абсолютно ответственная. А вот вы считаете, что вот остальные претенденты на должность сети менеджера, они конкурентоспособны рядом с вами? Ну, я считаю, что если человек подал документы, то он по определению уже считает себя достойным той должности, на которую он претендует. Я думаю, что вряд ли, наверное, какой-то человек просто с улицы шел-шел и зашел, а не стать ли мне мэром города Читы. Я думаю, такого человека нет. К сожалению, я не всех знаю, из всех тех, кто подал документы. Из них я знаю только Пальшина, больше, собственно говоря, никого. Я прочла, конечно же, информацию о том, кто эти люди, чем они занимались, как они себя видят. То есть есть кандидаты, которые действительно реально являются конкурентами мне. Не скажете, кто? Я думаю, нет. Давайте мы оставим это за кадром. Инна Сергеевна, расскажите, что для вас значит это место? Да, это первая сцена, когда я выходила с номером, учась в балетной студии «Очарование». Это была моя первая сцена. Здесь мы вышли. Первый раз я поняла, что такое быть на пуантах, на сцене, которая не предполагает танцевать балетные танцы. Поэтому мне сцена эта очень дорога. Мне казалось, это очень большой зал. Знаете, вот так смотришь, и там такая перспектива. И огромное количество людей. А когда выключили свет, оказалось, что там только родители, и за них только ползала. Это, конечно, было очень обидно, потому что мне казалось, что я звезда, и здесь очень много людей. Очень хорошая была студия. Со второго класса я там занималась 8 лет. Все, что вообще на самом деле даже моя форма сегодняшняя, это как раз дань тем временам. Спасибо большое нашим педагогам. И поэтому вот это вот здесь самая главная сцена. Здесь мы танцевали кармен. В этом году была в Мариинском театре. Уже со стороны зрителей, конечно же, смотрю на то, что происходит на сцене. И, безусловно, сцена совершенно другая, тут даже сравнений нет. И я знаю, сколько труда на самом деле вложено у женщин и у мужчин, и какой легкостью они это делали. Одна из девушек, которая занималась со мной, сейчас служит в одном из ведущих театров Италии. Поэтому наша Маша, мы за нее очень рады. И даже недавно была, буквально два года назад, статья о ней в наших средствах массовой информации. Вот такие вот впечатления. Вам было страшно, да, в начале, когда губернатор предложил? А сколько вы думали? И как долго вы меняли свое решение? Ну, так скажем, я не меняла свое решение. У меня есть такая определенная черта, даже тогда, когда мне предлагали стать министром труда и социальной защиты, и предлагали стать заместителем председателя правительства. Сомнения всегда есть. Но вопрос в том, что ты хочешь вообще в этой жизни, потому что я живу в этом городе. И, как мне мама сказала, она говорит, ну, ты посмотри, ты сколько лет уже говоришь. Ну, как же так? Почему вот здесь вот это вот не сделать? Здесь вот это не поправить? Вот эта история не работает. Здесь норматив не соблюдается. Ну, то есть я такой категоричный житель города Читы, которому всегда что-то не нравится, который хотел бы что-то поправить, но не в силах. И, коль уж представилась такая возможность, почему бы и нет? В данном случае зависит даже не сколько от того, что мне страшно, либо кто-то за меня принимает решение. Вопрос-то в том, что скажут люди. И то, как на предполагаемые мои поступки отреагируют жители города Читы. Но это в том случае, если конкурсная комиссия, конечно, примет такое решение. А какая из сфер вас больше всего пугает? Проблем много в городе? Это и коллапсы после каждого снега, это и бродячие собаки, и аварийные дома. Вот какая из сфер вам кажется наиболее такой сложной? Ну, одна из самых сложных сфер, наверное, это все, что связано с ЖКХ и с благоустройством. Потому что в городе действительно все далеко не лучшим образом выстроено. Это не беда самого города. Это беда, наверное, скорее всего, в организации процесса и в большей степени, наверное, в скудности каких-либо финансовых ресурсов. Есть у меня такое подозрение. Это сложная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, потому что это такой пласт, которым я сталкиваюсь постольку-поскольку. Поэтому больше, наверное, она меня пугает. А в целом, если мы говорим, допустим, по бродячим собакам, то сейчас уже поступательно меняется законодательство, в том числе и Российской Федерации, и возможность дается и право муниципалитетам принимать собственные решения. Поэтому здесь, я думаю, что в любом случае найти решение можно всегда. Вопрос только в поддержке правительства Забайкальского края и, понятно, конечно же, губернатора Забайкальского края, потому что столица — это лицо Забайкальского края. Это самое главное, куда приезжают все туристы, самое главное, где живут люди, приезжают все забайкальцы, самое большое количество населения по сравнению с другими районами Забайкальского края. То есть это такая достаточно большая ответственность. Инна Сергеевна, поговорим немного о вашем стиле. Видно, что вы щепетильно относитесь к этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, как вы подбираете образы и прибегаете ли к услугам стилистов? Нет, конечно, никаким услугам стилистов я не прибегаю, никогда вообще в принципе не обращалась к данной категории специалистов. Подбираю все сама, мне очень нравится, мне очень нравится комбинировать, мне нравится, когда я одеваюсь в стиле кэжуал, вот, например, сегодня я в кроссовках, это очень удобно, потому что ходить по городу много, передвижений много, должно быть удобно. Но при этом, конечно, очень люблю нарядные вещи для того, чтобы быть красивой. Вот в этом зале, мы буквально в прошлом году, у нас был бал, для которого я прямо специально заказывала себе платье, оно, сразу скажу, очень недорогое, но, тем не менее, очень красивое, белое платье в полу, у меня такого никогда не было, мне пришлось, конечно же, его заказать. И тогда мне казалось, что это действительно очень красиво, это очень женственно. К сожалению, с нашей работой не всегда оденешься так, как тебе хочется, как правило, это должен быть строгий стиль, для того, чтобы, понятно, проводить совещания, участвовать во всех мероприятиях, принимать решения. То есть это свободного стиля работа не предполагает. Вы можете себе позволить, например, прийти на работу без макияжа? Никогда себе такого не позволяло. Бабушка всегда говорила, даже за хлебом из дома нужно выйти с накрашенными губами. Поэтому я никогда себе не позволяю выходить за пределы квартиры без, ну, хотя бы элементарного макияжа, потому что я думаю, что людям не очень приятно, наверное, смотреть на растрепанную женщину. Ваши кудри, скажите, это вы сами укладываете или вот ходите, я не знаю, каждый день в салон? Нет, это я делаю самостоятельно, у меня есть специальный утюг, который это делает. Но вообще, на самом деле, кудри – это, так знаете, сменяющаяся история. Я всегда ходила с прямыми волосами у меня, когда только обо мне, да, узнали средства массовой информации, да, в далекие. Еще тогда года были длинные волосы, я носила конский хвост, была челка, сейчас я решила убрать челку. Ну, для того, чтобы придать вид не такой строгий, как просто с прямыми волосами, вот решила пока походить с кудряшками. Ну, вам очень идет. Спасибо. Вот я несколько лет назад брала у вас интервью, и тогда вы сказали, что для вас не составляет никакой проблемы пойти купить одежду даже на центральном рынке, вы сказали. Ничего не изменилось? Ничего не изменилось? Нет. То есть нет такого, что статус вам не позволяет туда пойти и одеться? Нет, совершенно. У меня нет дискомфорта, что я иду на рынок. Почему я не могу пойти на рынок и точно такой же житель города Читы, как и все остальные? Не все вещи требуют такого статусного вида для того, чтобы покупать их где-то в специальных салонах деловой одежды. Нет, конечно. Но у нас вообще проблема на самом деле с одеждой в городе Чита, потому что ты можешь купить костюм, как, например, мы с Ириной Вячеславовной Левкович. Ровно в один день зашли в один и тот же отдел, купили практически в одно и то же время одинаковые костюмы и пришли в один и тот же день в одинаковых костюмах. Это, конечно, особенности города Читы. Вполне вероятно, если я куплю одежду на рынке из членов правительства, вряд ли я кого-то увижу. Вы уже составили график, кого будете увольнять, если станете сети-менеджером? Ну, вообще, конечно, все, что обычно связано с руководством, это, как правило, приемы увольнения людей. Есть люди, и в моих коллективах всегда были люди, которые просто физически не могут работать со мной. Я достаточно требовательный руководитель. Им сложно бежать за моим ритмом. К этому ритму нас приучил Александр Михайлович, поэтому мы работоспособные люди, и здесь нужно будет, конечно, подстраиваться под мой стиль руководства. Но прийти и Махачашка – это тоже не самый лучший выбор, потому что, к сожалению, у нас сейчас такой достаточно серьезный кадровый голод, что специалистов в разных сферах, а город – это все благоустройство, транспорт, дороги, все, что связано с собаками, и социальная вся сфера – это все сферы жизни, поэтому делать такие резкие шаги я, скорее всего, не буду. Но, тем не менее, в любом случае кадровые перестановки будут. А вы легко увольняете людей? Очень нелегко. Первый раз я столкнулась с тем, что не то, что даже увольнять людей, а в результате реорганизации, первая у меня была реорганизация Государственной службы занятости. И тогда передо мной стояла задача сказать о том, что у нас такая процедура идет, это было решение тогда правительства Забайкальского края, и что часть из людей просто, в принципе, будут переведены на нижестоящие должности, либо уволены, но при этом мы должны были подобрать соответствующую работу каждому из них. Вот тогда было очень тяжело первый раз сказать человеку о том, что я делаю выбор не в пользу тебя. Хотя эти люди были мне все до одного абсолютно родные, но мы постарались сделать так, что практически каждый был трудоустроен. С той или иной, конечно же, обидой люди ушли, но тем не менее. В Министерстве труда и социальной защиты люди, которые не сработались со мной, увольнялись. У меня тоже есть определенное сожаление, потому что у людей есть навык, есть опыт, и не хочется их терять, но тем не менее есть определенный потолок, которого человек достигает и дальше уже не развивается. И здесь нужно принимать решение быстро, здесь и сейчас. Это самое сложное. Я не легко увольняю людей, но если это нужно, если это нужно для общего дела, то нет человечности в моих действиях в данном случае именно в этом процессе. А вы можете повысить голос на подчиненного, выставить за дверь? Нет, никогда. Я работаю в государственной службе уже более 20 лет, и вообще, на самом деле, чем сложнее ситуация, тем тише мы голос. Но, во всяком случае, так замечают за мной наши подчиненные. Тоже очень сложный процесс, потому что иногда прямо хочется стукнуть по столу, да? Но это не про меня. Повышение голоса – это признак абсолютной безысходности. То есть больше тебе уже делать нечего, ты просто кричишь и все, а толку не будет никакого. Человек же как это воспринимает? Когда человек чувствует себя вот в такой ущемленной обстановке, он не сделает ничего хорошего, он просто будет ноль. Поэтому бессмысленно совершенно кричать и выставлять. Ну, мы же не в школе, ну, не хочешь работать, пожалуйста, вот тебе белый лист, вот тебе ручка, пиши заявление. Значит, мы не работаем вместе. Ну, то есть другого варианта нет. Инна Сергеевна, о чем вы мечтаете? Знаете, я всегда думала о том, что мечта – мечта – это одна на всю жизнь, да? Оказывается, мечты меняются. Не ты изменяешь мечте, а мечта просто меняется у тебя с временем. Когда я была маленькой, училась еще в школе, в институте, и все были вокруг меня уверены в том, что так и будет. Я должна была иметь свой дом, очень много детей, выращивать красоту в виде цветов и так далее. Ну, то есть она часть какая-то мечты осталась до сих пор, я это и делаю. Неработающая домохозяйка, вот это была моя мечта. К сожалению, моя мечта не осуществилась, я далеко не домохозяйка, поэтому здесь в данном случае мечта поменялась. Моя мечта, я очень хочу, когда наступит моя какая-то старость, знаете, ближе к годам к 70, иметь возможность каждое лето ездить на море. Я очень люблю море, я по знаку зодиака рыбы, поэтому мне кажется, это что-то такое, я просто там наслаждаюсь. Но, к сожалению, на море я была всего один раз в своей жизни. У меня, как правило, отпуск проходит в городе Чита, я мало куда уезжаю, поэтому, к сожалению, моря в моей жизни очень мало. Поэтому, когда мне будет много-много лет, я стану старушкой, я считаю, что это самое лучшее будет времяпрепровождение. Надеюсь, что к тому времени не отменят пенсионный возраст и не придется работать долго. Спасибо вам, Инна Сергеевна, за этот диалог, нам было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо вам большое. Спасибо большое. А вы видели? Тут прекрасная женщина с очень далеко не молодым человеком. Все время приходит, каждую пятницу она в шляпе, с цветами, а он всегда в белом костюме. Прямо вообще шикарная такая пара, и каждый раз у нее новая шляпка. Я считаю, что вот когда мне будет 70 лет, вот это и нужно делать в городе Чита. Это идти на танцплощадку в шляпе и с мужчиной в белом костюме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!